приветствую вас дорогие друзья к нам приехал очередной автомобиль land rover discovery 3 казалось бы да банальный автомобиль банальный дизельные 27 и почему же он на нашем канале я решил снять буквально беглый ролик и показать вам что такое land rover discovery 3 в заводском состоянии этот 3 дискар имеет всего лишь одного владельца то есть наш клиент покупал его абсолютно новом в автосалоне обслуживался у дилера и во время гарантии после гарантии он всегда пичкался деньгами всегда был в идеальнейшем состоянии собственно и сейчас он в идеальнейшем состоянии не битый не коррозийный никакой абсолютно то есть это заводской автомобиль у него двигатель прекрасно работает родной 2 и 7 210 тысяч километров пробега и я хочу вам сегодня показать именно этот автомобиль показать как он едет мы замерим его разгон и в целом поймем для чего и почему люди приезжают на свап того или иного мотора как все вы знаете мы устанавливаем разные моторы будь то тойоты в 83 узы 2 узет бывает там в некоторых вариациях с разными коробками и так далее здесь же человек решил остановиться на дизеле устанавливать сюда мы будем рядную шестерку бмв модели м57 это чугунный двигатель шестицилиндровый 3 литровый с одной турбины из шестиступенчатой коробкой точно такой же как здесь 6 hp но казалось бы одна одна и та же коробка но она имеет немножко другие настройки поэтому меняется в сборе мотор коробка то есть так называемый свап комплект раздатка при этом остается штатная мы такие проекты уже делали кстати это тоже зеленые discovery на нашем канале уже был зеленый land rover discovery 3 это же свап дизельного бмв м57 и так я как раз сейчас запустил двигатель но как видно пыльненько грязненько то есть я ничего здесь не мыл вот как приехала машина мы помыли ее только снаружи дело в том что мы сейчас загоняем ее в бокс она должна была заехать ранее но у нас немножечко предыдущие проекты сдерживались и поэтому только сейчас он заезжает несколько недель он простоял и так это v-образная шестерка 27 производства сит район и как вы знаете у этих моторов есть проблема либо проворот вкладышей либо лопается коленвал здесь двигатель в идеальном состоянии всегда поддерживался в рабочем виде то есть менялись все жидкости в нужное время естественно масла фильтра и прочее промывались радиаторы то есть он поддерживается в идеале но заказчик не хочет ждать когда же все таки с ним что-то произойдет поэтому решил сразу поставить надежный проверенный бмв шный мотор тоже вы сами знаете бмв шный мотор это реальный миллионник кстати кому нужно можете в описании взять телефон связаться со мной этот агрегат вместе с коробкой полностью рабочий 210 тысяч пробег будет продаваться по цене звоните обсудим конечно же в идеале продать целиком сразу как вот swap комплект мы снимем так и полностью его отдадим сам же естественно land rover как видно вот такой комплектации черная кожа мне вообще не нравятся светлые салоны вот прошлый зеленый который мы делали с дизелем он был со светлым салоном здесь все-таки черный салон но я считаю что более практичный не марки в таком вот состоянии то есть за 210 тысяч пробега вот в таком состоянии руль в таком состоянии сиденья сзади вот обратите внимание знаете да когда пробеги там уже 350 и это бред они скручены то по полмиллиона что вот здесь вот все вот в ржавчине все от пескостроена здесь все в прекраснейшем состоянии то есть человек следит за этим автомобилем следит за состоянии марок потому что они как раз вот пескоструются и вот этой резинкой натирается здесь ничего этого нет он полностью весь в идеальнейшем состоянии то есть мне очень приятно что люди вот так вот содержат некоторые люди не все их очень мало кто содержит так свои автомобили любит чистит ухаживает моет и в целом нам будет приятно притронуться к этому автомобилю и сделать правильный свап на бмв-шный дизель вот кстати вот это вот наклеечка говорит о том что владелец любит путешествовать и соответственно в путешествие он не хочет думать о том что когда же провернуться вкладыши когда лопнет коленвал и на бмв-шном дизельном моторе понятное дело уверенности будет намного больше погнали прокатимся замеряем этот автомобиль и загоняем в боксе я вам покажу какой свап комплект мы сюда будем устанавливать итак мы внутри этого автомобиля сейчас приготовились замерить разгон мне интересно какой у него разгон то есть понятное дело есть паспортные данные хочется все-таки померить реальные еще раз напомню здесь один владелец 210 тысяч пробега всегда только идеальное дилерское обслуживание то есть все по регламенту никаких ошибок никаких проблем ничего нету поэтому машина живее всех живых но она действительно сохранена прям вот в оригинале я просто газ пол нажму начнут здесь прибор dragon это аналог рейс лоджика он также базируется вернее берет информацию со многих спутников газ пол внизу турбо яма где-то с двух с половиной тысяч только поехал 90 я даже не успею с до сотки или успели нет не успели до сотки во первых машина мешает во вторых у нас камеры но сейчас попробуем еще разочек замерить но я думаю вы уже увидели да по секундам что это очень и очень долго давайте попробуем все-таки с тормоза то есть ну чтобы максимально реализовать потенциал трогаю с асфальта не с снега не с каши не с грязи но вот попробую чуть-чуть разгазоваться и так зажал тормоз ну чуть чуть меньше турбо яма но она все равно было тринадцати один слушайте но это достойный результат достойный в том плане что заводские там что-то я не помню около 12 по моему секунд плюс-минус поправьте в комментариях напишите они точно каталоги не помню когда давно смотрел то ли 11 7 то ли там 12 7 что такое здесь 13 понятное дело до 210 тысяч пробега какой-то ресурс двигатель понятное дело исчерпал так что ну я считаю нормальный нормальный результат да вот так вот он едет но в целом это овощ то есть это 2 и 7 1 турбовый дизель производства сит район и как я уже выразился заказчик не хочет ждать сюрприза потому что человек любит путешествовать ездить далеко от дома далеко от разных сервисов и принято решение свапнуть этот автомобиль дизельным мотором бмв мне много людей звонят и спрашивают что ты посоветуешь какие плюсы бензин и дизель и так далее и мой однозначный ответ теперь уже он сформировался сложился после того как я покатался на нескольких дизельных машинах если у человека позволяет религии то есть человек хочет поставить дизель ради экономии ради тяги и в чем заключается религия в том что вибрация в том что звук том что запах вот этот присутствует из выхлопной системы даже когда есть полностью все системы к нам сейчас приехал mercedes принтер 2020 года он только вышел из автосалона и сразу приехал к нам потому что человек не мог купить бензиновый нормальный спринтер с мотором в 8 таких просто нету уже начали следы будем ставить toyota в 85 7 объем с 6 ступкой а там стоит рядная четверочка дизель там и и сажевые фильтры и катализаторы и поле мочевины и дблю и вообще все что только вот все что только можно сделать там евро 6 евро 7 какая там евро там она вот максимальный двадцатый год только-только все равно воняет вот у нас он в боксе стоит до бензиновый мотор заводим чик даст нормально терпимо на катализатор все народ здесь же со всеми каталиками и сажевыми фильтром все равно башка болит от этой фигни поэтому еще раз подчеркну если религия позволяет ездить на дизеле туда бомжный мотор это оптимальный вариант поставить урядная шестерочка на чипе 250 сил и он едет на таком на легком чипе уже секунд 8 не 13 а 8 вы понимаете да то есть это вообще несравнимые вещи ну еще раз подчеркну да то что я не любитель дизелей и я советовать не буду здесь заказчик принял такое решение и мы и сделаем этот заказ под еще одна прямая у нас сейчас будет со светофора зеленого здесь как видите да не уклонов ничего нету абсолютно ровно и мы сейчас попробуем просто вот тогда я чуть-чуть с тормоза сейчас я просто газ в пол нажму и посмотрим зеленый да почти до 3000 2 до двух с половиной тысяч turbo яма была может быть надо было в спорт режим переключить чуть-чуть в спорте она должна чуть больше сейчас крутила они также все передачи до 4000 13 секунд все то же самое 13 секунд так что немножечко потерял этот двигатель мощность крутящий момент понятно все-таки эксплуатируется но тем не менее практически свои паспортные там секунды есть кстати касаемо спорта вот бмвшная коробка так казалось бы такая же 6hp единственно что здесь 6hp она сделана именно заточена по гидромозгу по бублику под land rover под ситроеновский мотор а в бмв понятно под бмв она вроде такая же но не другой корпус чуть-чуть другие настройки и так далее таким образом когда в бмв мы переходим в спорт режим она начинает практически до 5000 крутить и действительно на спорт режиме бэховский мотор на секунду быстрее едет чем в обычном драйв режиме так что я думаю что когда заказчик получит готовый продукт этого автомобиля он приятно обрадуется что вроде бы казалось бы тоже коробка 6hp 6 ступка zf вроде бы условно такой же мотор но был 27 стал 3 литра то есть понимаете да разницу чуть-чуть 300 кубиков но тем не менее он намного сильнее все дорогие друзья загнали машину в бокс в скором времени приступаем демонтажу естественно мотора подготовки подкапотного пространства еще посмотрим если там будет грязно под капотом то обязательно погрузим на эвакуатор по моим подкапотчик чтобы все было красиво и так я обещал показать новый силовой агрегат вот дорогие друзья вот в таком виде приходится в комплект он еще не тронутый не обслуженный не почищены ничего с ним не сделано никакие расходники не заменены это легендарная рядная шестерка трехлитровая бмв м57 значит коробка как вот я и говорил вряд ли мы сейчас увидим нет вот 6 hp 26 вот грязновато конечно пыльненько зефовская коробка она в принципе точно такая же как на ландровер х 11 у нее отличается корпус по привалочной плоскости к двигателю и естественно по привалочной плоскости к самой раздатки таким образом что мы здесь делаем переходную плиту центровочный естественно адаптер и прикручиваем раздатку то есть полный привод у ландровера остается сам по себе двигатель как вы видите тоже где-то пыльненький где-то грязные это с англии с праворуких бмв x5 е53 с рестайловых идет идут такие вот моторы и какой бы не был легендарный бы этот двигатель какой бы не был бы надежный дизель все равно нужно его обслужить мы естественно вскрываем полностью вкус вскрываем полностью форсунки блок управления свечей накала меняем все свеч накала меняем передок весь имеет суду ремни все ролики помпу натяжители и прочие прочие моменты то есть обязательно это обслуживается касаемо коробки многие владельцы и бмв именно ландроверов знают что вот эти 6 hp коробки ztf в принципе надежно по фрикционной группе они тоже практически там миллионники ну в кавычках понятно делаем миллион это может она отъездить но сложно но тем не менее хотя бы полмиллиона на отхаживать но у нее есть два глобальных минусы первое это гидротрансформатор и блок клапанов то есть со временем какой бы не был бы ландровер какая не было бы бмв там через стоит через 150 тысяч километров начинаются пинки при переключении кто-то забивает на это дело ездить дальше на вообще рекомендация такая что нужно сделать профилактическую переборку можно так это выразиться то есть вскрывается гидротрансформатор проверяется меняется фрикционные некоторые уплотнения также разбирается гидромост чистится моется и проверяются естественно клапана в случае если они не проходят тест план то они меняются мы естественно при свапе вот касаемо коробки то есть в чем вот даже минус небольшой вот zf овских коробок а вот таких вот свапов от бмв то есть если toyota мы купили и неважно да там что с коробкой она всегда будет ездить то есть это toyota у zf все по-другому то есть гидротрансформатор нужно отдать в переборку гидромозг нужно также снять и отдать в профилактику выразимся так сама коробка по фрикционным группам не трогается но по этим мелочам обязательно обслуживается основу мотору я в принципе все сказал все рассказал то есть что будет делаться что забыл сказать это и гр естественно будет убираться вихревых заслонок на иксах не было никогда поэтому здесь нет никакой боязни что развалятся эти заслонки в впускном коллекторе и убьют мотор нет здесь такого нету то есть на иксах на 53 их не было так что бояться не стоит но тем не менее двигатель требует глобального обслуживания хотя можно ничего не делать можно ничего не обслуживание просто завести и он поедет но учитывая что мы хотим все-таки делать нормальное качество мы всегда это обслуживаем и даже форсунки мы либо перебираем либо меняем на перебранный либо меняем на новые цена на самом деле переборки 1 форсунки и покупки новые форсунки бошевская она примерно одинаково то есть что то дорого что это дорого то есть чтобы вы понимали 6 форсунок переборка это где-то 50 тысяч рублей 55 а замена на новые бошевские конечно не бомбешный то есть принципе бомбе не делает форсунки это тоже бошевская в коробочке бомбе да она бы они стоили за под сотку но если купить точно такие же бошевские то самые дешевые цены это где-то можно 1060 65 вытянуть именно на 6 форсунок так что принципе дизель под плане обслуживания до требует таких вот вливаний денежных но они опять же единоразовые дальше он будет служить все дорогие друзья давайте заканчивать этот видеоролик я вам показал прекраснейший land rover discovery 3 и он прекрасен тем что у него один владелец он его любил продолжает любить и хочет сделать его еще лучше поставив такой вот двигатель еще раз напомню что если старый двигатель кого-то заинтересовал в сборе с коробкой ну так скажем свап комплекте то в описании есть и телефон и вы можете позвонить обратиться когда мы это дело все снимем его можно будет купить в общем с вами был как всегда василий мы начинаем еще один очередной дизельный проект как только мы его сделаем естественно снимем обязательно финальное видео покажем как все это дело получилось как поехала как что работает ну а промежуточно на лайв канале я постараюсь показать некие моменты тонкости нюансы именно свапа дизеля land rover discovery 3 до новых встреч